Открытым оком, 4 том, вопрос 1266. Я ходила не один год в православную церковь, и точно знаю, что в нее ходят люди из органов власти, совсем не верующие. Они только следят за людьми. Есть даже нищие возле церкви, которые завербованы ими. В этой церкви много голдунов, предателей, просто мошенников. А вы говорите, что православие – это истина. В нашем городе есть верующий, хороший мне знакомый Григорий Рак. Хороший фотограф, который, когда был на кладбище, то увидел, что поп так поднабрался, напоминался, что пьянующий уснул на могиле. Кто-то решил его проверить, а у него в костюме под черной рясой нашли партийный билет. Тогда они священника положили на спину возле его лица, раскрыли его партийный билет и так сфотографировали. «Сама я там не была, но, посмотрев фотографию, верю, что все так». «Да какая же это церковь?» «Теперь я хожу к баптистам», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Верю всему написанному здесь, но могу даже и продолжить, что таких же деятелей вы найдете и у баптистов, но только сфотографировать их не удастся, потому что они не бьют и на кладбище не ходят, никого не поминают». Иеремия, 2 глава, 5 стих. «Так говорит Господь, какую неправду нашли вы во мне, отцы ваши, что усадились от меня и пошли за суетой и осуетились?» «Вы говорите о человеческих немощах, конкретно те, кто подглядывают, стоя даже на клиросе и в алтаре, и те же нищие, эти люди вне церкви. И для простого молящегося они не принесут никакого вреда. В другом обществе, в таком как баптисты, пусть все до единого будут хорошие, у каждого в кармане будут по четыре Библии, но они находятся не в церкви, а в самой измышленной секте. «Рядом со Христом один из двенадцати апостолов оказался предателем, но церковь от этого не перестала быть святой и непорочной. В церкви всегда были люди чуждые, инородные, лжебратья». Галатова, 2 глава, 4 стих. Во времена апостолов были люди, которые шли против них, поносили апостолов и даже посылали послания, подписываясь их именем, чтобы придать своим посланиям больший авторитет. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 2 стих. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». 2 Тимофей, 1 глава, 15 стих. «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Такие архимадриты, Ермогены и сегодня не принимают слов истины, и давно забыли о своем главном призвании, о чистоте евангельской проповеди. Им бы только властвовать через частую проповедь и длинные богослужения». 3 Иоанн, 1 глава, 9 стих. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает меня». Эти Диатрефы очень часто являются виновными в симонии, в садомии, но церковь по-прежнему святая непорочна. Просто они давно находятся вне церкви мистической, а числятся только в видимой». Эфесиным, 5 глава, 27 стих. «Чтобы представить ее себе, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Церковь избрала семь диаконов на важное служение, поддержке неимущих. И один из них, Николай, будучи диаконом, создал свою церковь, главным привлекающим пунктом которой было сегодняшнее патриархальное, патриархийное елейное снисхождение. «Экономия ни за что не отлучают, оглашенные изыдити не выполняют. Этими николаятами, николаями метрофорными с отверстиями переполнена московская патриархия до краев». Деяния апостолов, 6 глава, 5 стих. «И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного верой и духа, и Филиппа, и Прохора, и Никаноры, и Тимна, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Откровение, 2 глава, 15 стих. «Так и у тебя есть удержащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Разве нет у нас таких благочинных и метрофорных николаев, которые за 30 лет служения у алтаря так и не смогли ни одного грешника в храме, не встретили ни одного грешника в храме, и ни разу не служили ни одной литургии верных». 1 Тимофею, 1 глава, 20 стих. «Таковы имени и Александра, которых я предал сатане, чтобы они не научились не богохульствовать». 2 Тимофею, 4 глава, 14 стих. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Сколько таких Александров в Александрневских храмах по всей Руси! Они воюют против истинного слова, они крестят прикосновением мокрой ладошки к колбу человека и к вакушке его головы. Они пришли служить чуть позже выше указанного Николая, дети, достойные своего отца. Апостол Павел предвидел, что и после него дело не будет выправляться, но корабль будет и далее сотрясаться этими пиратами, волками в рясах и ризах, таким как митрополит Сергий Строгородский». Деяние, 20 глава, 29-30 стих. «Ибо я знаю, что по подшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить про преврата, дабы увлечь учеников за собой. Пусть ему бодрствуйте, памятую, что я при три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Мало кто знает о том, что Христос в число самых первых своих учеников избрал не только презренного мытаря Левия, но и государственного преступника, киллера, террориста Симона Зилота. И, как говорит предание, Христос в Кане Галилейской был именно на его свадьбе. Если бы в церкви были истинные пастыри, а не истинные волки, то они знали бы, кто свой и кто чужие, кто члены церкви, кто чужие, кто верные, кто чужие, оглашенные. Служители тогдашнего храма точно так же подыскивались подслужители истин и выискивали в них неправду». Деяние, 24 глава, 20 стих. «Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синодрионом». Повторяю, ничего нет истиннее православия, и сегодня чрезвычайно трудно найти среди так называемых православных священнослужителей истинно православных. А то, что называется православной церковью, почти не имеет ничего общего с тем, что о церкви говорит Библия.